Нужны ли России дружеские отношения с США? Да, нужны. Нужны обязательно, со всеми странами нужны дружеские отношения. А почему тогда в телевизоре постоянно критикуют Америку? А вы смотрят телевизор? Да, конечно, нужны. Вообще России нужны как можно больше дружеских отношений со всеми странами. Вы не хотели о политике говорить здесь? Да, да, да. Может, вы останетесь? Ну, дружить надо со всеми. Почему надо? Ну, нужны, конечно, нужны. А как же? Надо. А почему тогда постоянно на Америку наезжают? Кто? Они сами наезжают. Они сами виноваты. Все время Россия везде виноват, Россия плохая. Вот и... То есть у нас хорошее отношение к Америке, да? Да, народ, да. А они никак не хотят. Да, конечно же. Согласна, да? Надо дружить всем. А почему тогда постоянно критикуют Америку у нас? Мы не критикуем. В телевизоре? Ну, мы же не... Вы спрашиваете, нужны ли? Нужны. А критикуют, потому что есть за что критиковать сейчас, в данный момент. Ну, вообще, в будущем надо дружить, конечно. Ну, дружить, наверное, надо со всеми. То есть нужны? Нужны. Конечно, нужны. То есть нужно с ними дружить? Это нам надо? Конечно. А что, с нас ссорятся с ними? Нужны. То есть... А почему тогда здесь Америку постоянно обсирают? Не все же обсирают. Кто-то обсирает, им не нужны дружеские отношения с Америкой. Кто не обсирает, тем нужны. Сложный вопрос. Наверное, да. Нужны. Почему тогда постоянно критикуют Америку в телевизоре? Не знаю. А вы лично хотели, чтобы у нас были дружеские отношения? Или хотели вы воевать с ними? Мы за мир во всем мире. Конечно же нет. Конечно же нет. Скажите, как вы считаете, на Украине порядок должен быть по-русски или по-украински? Это в каждой стране свой порядок. То есть не надо им навязывать ничего? Конечно же нет. Не надо навязывать. Нет. Ну, на Украине, наверное, по-украински. Не стоит им наше мнение навязывать? Им не стоит наше мнение навязывать. Диктовать ничего не надо? Нет. Не надо диктовать. В школе диктовали. Конечно, по-украински. Не надо им диктовать ничего? Нет. Только сами должны решать свои вопросы. Не надо никуда лезть и никого учить. Как народу хочется. Вы как считаете? Ну, считаю, так же. Стоит ли им диктовать наши условия? Кому? Украинцам. Или они сами должны решать? Они все равно сами не решают. Поэтому кому прилипнут, тому и прилипнут. Украинцы должны сами выбрать, как им жить. Не стоит им навязывать сомнения, да? Стоит никому навязывать свое мнение. Порядок везде один. Что такое русский или украинский порядок? Есть порядок, есть беспорядок. Кто должен решать, как на Украине должно быть? Мы или они сами решат? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Должно быть как-то все правильно и стабильно. А кто должен, кто может, кто в состоянии, тот и должен. Принимать решение на Украине должно. А что значит по-украински? Ну, значит, они сами должны решить за себя. Ну, наверное, должны решить, но не в ущерб России. Диктовать им стоит? Нет, не надо. Не надо диктовать. Это их внутреннее личное дело. Как хотят, так и устраивают свою собственную жизнь. По-русски. То есть мы им должны рассказать, как им жить? Ну, не совсем, наверное, так, но у нас живут лучшие, у них так бы жили бы тогда. Скажите, вы одобряете деятельность Путина на посту президента России? Путина на любом посту не очень одобряю. Вообще не одобряю. Голосовать бы они не стали больше за него? Я никогда за него не голосовал. И больше не буду. В аспектах отношений с другими странами нет. В каких-то аспектах, наверное, да. Ну, нельзя быть во всем правом, во всем виноватым. Проголосовали бы за него еще раз? Нет, нет. Есть конституция, которая запрещает быть президентом больше двух сроков. Когда человек на посту такое длительное время, он деградирует в любом случае. Проголосовали бы еще раз за него? Еще бы раз проголосовали. Я считаю, что время должно одобрить или не одобрить деятельность любого человека на своем посту. Проголосовали бы за него еще раз? Это тайна. Воля изъявления должна быть гарантирована конституцией. Скажите, вы одобряете деятельность Путина на посту президента РФ? Политикой мало интересовалась. Не в курсе. А на выборах проголосовали бы за него еще раз? Нет. Смотря по каким вопросам. В общем, готовы за него проголосовать еще раз? Нет. Конечно. Он наш президент. Мы его поддерживаем. Готовы за него еще раз проголосовать? Да, с удовольствием. Да. Проголосовали бы за него еще раз? Да. Конечно. Будете за него голосовать еще раз? Ну, наверное, да. Да. Да, да, да. Да. Стали бы голосовать еще раз за него? Да, да.